Ребята, всем привет с Кубинской дачи! Сегодня на улице снова холодно. Такая погода, то холодно, то сильно жарко. Ну как холодно? Люди ходят в Петровках, в Толстовках. Сегодня буду поливать огород, а потом буду удобрять, что я сделал бодягу с травой и водой. Каждый день я помешивал. Буду ее размешивать, 1 литр этой бодяги на 10 литров воды. Сегодня такая плохая погода, я не думаю, что будут люди на пляже. Хочу сходить с ветовоискателем и что-нибудь интересненькое поискать. Не думаю, что распогодится погода. Сейчас еще пособираю клубнику. Вчера собрал полное ведро, 5 литровое. Ребята, смотрите, как вылетит самолет. Кукурузник, что ли, ил какой-то. Низко очень. А то если клубнику не собирать, она уже портится. Ее много. Разземляника вот эта мелкая, а там крупная была. Вот уже сколько нас собирал. Почти полное маленькое ведерко. Она очень мелкая, и тут очень много. В одном месте собираешь, и собираешь, собираешь, собираешь. Смотрю, уже солнышко выходит. Я так сижу, клубнику собираю. Думаю, самый лучший карантин на даче. И витаминами заряжаешься, и иммунитет подкрепляешь. Я смотрел просто билеты из столицы Казахстана в Турцию, в Анталию. Там будет пересадка через Алматы. А также можно вылететь из Кустаная, но еще будет дороже билеты. И туры тоже продают из Кустаная в Турцию. Но они дорогие. Допустим, из Кустаная можно купить тур в Турцию на 7 ночей. Это будет отель двоечка, либо максимум троечка. Ну, самый дешевый тур. А на эти деньги из России можно уже пятерку взять тур. То есть вот такая вот большая разница. Ну, ребят, такой я собрал ведерко, полная клубнички. Маме потом отвезу. Так, сейчас думаю развести бодягу. Земля еще у меня мокрая. Помидоры, я все это поливал. Надо будет сейчас какую-то бутылку взять, литровую. Такой уже запах тут неприятный. Вот этой бодяги. Ребят, в общем, сейчас я решил сходить на пляж. Ветер такой холодный. Я не думаю, что там будут люди купаться. Много будет людей. Ну, чтобы не мешать там пип-пип-пип. Вот. В надежде что-то найти такое интересное. А потом уже приду и все полью. Ребят, я иду сейчас на пляж. На дачный пляж. Тут похожу, поучусь. Все, пришел. Вообще никого нет. Интересно, даже пачки от сигарет ловит. Там фольга. Я, Хватим, уже разобрался, как пользоваться. Там есть настройки. Можно настроить только на крупное железо. Я сейчас настроил на всю мелочь. Но он на все, он на все реагирует. На фольгу, на гвоздики маленькие. Вот что нашел. Это от палатки крючок. Когда палатку натягиваешь, у меня тоже такие. И в землю втыкаешь. Чтобы брезент держался. Либо сама палатка. Плохо, что сейчас бутылки не собирают. Кругом мусора. Бутылок полно. Так бы хоть люди собирали и денежка была бы. И мусора бы не было бы. Бутылок очень много пивных. Там еще больше внутри. Смотрю, кто-то тут столб снес, что купание запрещено. Смотрите, какое маленькое озерцо. И все в желтых цветочках. Ничего не находится. Новые лазейки. Нашел новые дорожки. Тоже все проверяю. Нужно какую-нибудь такую лопатку. Очень-очень маленькую. Я сейчас палкой копаю. Сигнал идет. Тут песок. Можно еще и ногой. Потом все закапываю. Ребята, это как рыбалка. Тоже такое азарт. Что-то что-то найти. Пусть не цены. Ну, хоть что-то. Вообще бы хотя бы одну советскую монетку найти. И по воде тут прохожусь. В общем, ребята, ничего я не нашел. Тут как бы много людей пятники устраивают. Ни одной монетки нет. Что-то люди везде были. Что-то сегодня воды много, кстати, стало. Аж туда зашла вода. Вообще, я считаю, если кто-то что-то уронил, то это глубоко не будет. Максимум там ветром. Что-то такое. Кусок медяшки. Медная трубка. Пришел сейчас на свое место, где я купаюсь. Тоже смотрю, воды больше стало. Там можно было по песку ходить. А уже вода. Он тоже прошелся, ничего нет. Сигналов нет. Прошел, дедушку встретил. Говорит, ну что, куда ходил? Говорит, да, на пляж. Говорит, ну как? Говорит, да, пусто. Он говорит, ну правильно. Туда люди идут все пустые. Говорит, даже не монетки, не денежки никакой. Говорит, вообще пусто. Говорит, потому что туда идут на пляж дачные. Говорит, дачники идут без денег, без ничего. Просто покупаются и обратно отдохнут. В дом зашел и клубника так пахнет классно. Так, все, ребята. Сейчас буду удобрять. Взял ведро. Потом бутылку разрезал. Литр бодяги на ведро. И буду поливать. У нее, конечно, и запах. Зачерпываю бодягу. И воду. Тут литр. На 10 литров. Все, помидоры уже все полил, удобрил. Самое главное, чтобы росли. Еще полью огурцы и тыкву. За огурцы переживал, думал, не вылезут. Все вылезли. Первый, который посадил, только недавно. Второй раз посадил, почему-то быстрее вылезли. Вот ряд. Сейчас их полью, удобрю. А потом к забору подвижу. Специальных посадил у забора. Еще спрашивали, что у меня за этой дверью. Там у меня кладовая инструменты. Лопата, грабли. Все это стояло здесь в прихожей в углу. Вот я убрал, чтобы чище было. Ребята, всем привет. Сегодня хочу сделать такой небольшой отчет, чем я сегодня занимался. Я целый день полол и поливал. Все очень хорошо залил. Картошку всю. Все использовал удобрение. Смотри, где-то начинает картошка лезть. Я ее в картошку удобрение добавил. Тоже вот не растет тут картошка. Не вся. Но где-то начинает, смотрю, лезть. Все удобрением я залил. Был сегодня полив. И всю бочку использовал. Она у меня пустая. Я еще туда ведерко налил. Все уже такое большое. Растет, как на дрожжах. Быстро все. Ну и трава тоже. Растет быстро. А вот уже начинают помидорки расти. Потихоньку. Цветочки и помидорки. Свеклы, смотрю, много будет. А эта грядка чисто специй. Как раз возле мангала. Две грядки у меня чисто с укропом. Тоже уже такой немаленький довольно-таки. Тут возле дивана у меня какие-то цветы растут. Не пойму, что это такое. А еще тут ягода какая-то выросла. Тоже, ребята, я не знаю, что это такое. Кто знает. Я даже не пойму, что за ягода такая. И вот тоже интересное дерево. Какое выросло. Тоже с какими-то ягодами. Я тоже не знаю, что это такое. Но поливаю. Тоже удобрения добавил. Помидоров у меня больше ста корней. Еще две грядки помидор. Вот тут картошка вся взошла. Я просто покупал картошку у разных продавцов. Может сорта разные. Может у кого-то лучший сорт был. У кого-то хуже. Вот тут один только не вышел и все. А так он какая красивая. Ребята, всем привет. Наступил новый день. Уже четвертый. У нас суббота, воскресенье. Вообще выходить, выезжать из домов никуда нельзя. И автобусы, и транспорт тоже не ходят. На металлоискате я ценного ничего не нашел. Но вот у меня есть одна медяшка. Четыре такие катушки. И от двигателя, я так понимаю. И провода. Сейчас все обожгу. Но каждый день что-то у нас сейчас холодает. Все холоднее и холоднее. Я уже сам олимпийку одел. Сейчас обожгу, а потом уже можно будет легко оттуда вытащить. А некоторые пилят болгаркой. Но так лучше обжечь. Все, я все обжег. Сейчас остынет, потом вытащу. Сейчас воду дали, еще тоже поливаю. Здесь у меня медяшка. Латунь. Такое всякое. Тоже интересно, сколько можно вот так вот заработать вообще по металлу. Мне сейчас нужно будет делать удостоверение сначала, потом паспорт. У меня удостоверение вообще просрочено, когда поехал путешествовать уже лет пять назад. Так я и домой вообще редко заезжал. Она уже там давно просрочена. Еще нужно будет заплатить штраф. А как я получу удостоверение, тогда нужно будет идти делать паспорт. Я в интернете смотрел штраф там на тысяч двадцать тенге, где-то вот так вот. Свеклу я буду редить. Тут ее слишком много. Она даже и не вырастет. Потому что растет прям вплотную. Вот здесь вот картошка уже вообще хорошо выросла. Ботва вся высокая. Здесь тоже хорошо взошла. Но почему-то низкая. А вот в центре вообще жалко. Много картошки не взошло. Буду досаживать. А вот уже как тыква выросла. Уже совсем огромная. Скоро эти усы пойдут. Или как они называются. Вот, ребята, вот здесь жалко. Мало картошки взошло. Ну, я обязательно досажу. А так все уже залил. Шланг кинул на клубнику. Вот. Помидорки уже вообще такие немаленькие. И много. Тут три, тут два. Ну, и помидоров будет очень много. Вот, ребят, начал рисовать Чи Гевару. Сделал такой легкий экскиз. Очень тяжело рисовать. Но придется еще как бы долго все подводить. Чтобы сделать и поменять паспорт, у нас нужно удостоверение личности. Это как обязательный документ. А паспорт заграничный, вот, он не обязательный документ. Поэтому нужно будет сначала мне сделать удостоверение личности. Тоже так интересно. Купишь вылет там, допустим, со столицы Казахстана или с Алматы. У нас обычно с Алматы дешевле. Билеты на самолет и туры продают. И раз, допустим, вот сейчас на автобусах нельзя ездить. Суббота, воскресенье. А если нужно было бы наоборот выезжать и ехать. Как бы тоже такая ситуация. Тоже так купишь, где вылет будет и нельзя будет доехать. Поэтому я считаю, можно сейчас купить билет на самолет и тур. И еще можно прогореть. То есть это все потерять. Ребята, сейчас заварил два чайка. Дахон Пао и Тегуа Нинь по чуть-чуть. Опубликовал видео. И читаю ваши комментарии. Спасибо большое. Комментариев очень много. Я стараюсь максимально отвечать. Как успеваю, как могу. Спасибо, что прислушиваешься к советам. Да, я всегда читаю комментарии. Не у каждой хозяйки такой порядок. Спасибо. Настоящий огородник. Здорово преобразил дачу. Я очень рад, что вам нравится проект с дачей. И как что тут происходит. Я бы после всего того, что ты сделал с дачей. Просто подарил бы ее тебе. Спасибо, Дмитрий. Красота. И зачем это Турция? Вам и дома здорово, и дешево. Путешествия я очень сильно люблю. Стол какой-то высокий или стул низкий. Если этот, удобно. Можно руку положить. Рома, остатки краски нужно покрасить стулья. Будет красиво. Классно получилась картошка с салом. Надо попробовать. Попробуйте. Очень вкусно. Самый веселый человек. Так держать. Спасибо, Максим. Поддержу тост. Зачайных пьяниц. О! Игорь Новосолов. От души. Гости, что надо. Сами готовят, окучивают. Даже соседними заброшенными дачами интересуются. Огород у тебя образцово показательный. Ты умничка. Приятно провести с тобой время. Спасибо большое, Ольга. Рома, спасибо за пикник. Ты хорошо посидели. Землю вокруг овощей обязательно рыхлить. То есть, ей сложно будет вылазить. Сейчас все. Я рыхлю. Диана, спасибо. Выкопай одну картошку и посмотри, что с ней. Нет ли там ростков. Если нет, то с ней уже ничего не сделаешь. Можешь спокойно еще досадить. Под осень будет молодая картошечка. Спасибо, я так и сделаю. Досажу. Не знаю, как насчет вылетов из Казахстана, но вылетов за границу из России в этом году, говорят, не ждать. Нет, вылетов по-любому будут. Спасибо, Рома. Всем будет такой оптимизм. Но в жизни нужно радоваться. Она у нас одна. Добря, какой ты, такие у тебя друзья. Мило, дорого смотреть. Спасибо, Оксана. Рома, уже останься и дождись урожая. Мы полюбуемся твоим урожаем. Я обязательно урожай покажу. Буду копать картошку. Это я покажу. Мне само интересно. Отличные посадки. Танцуй, Рома, танцуй. Да, нужно танцевать. В любой непонятной ситуации просто танцуй. Рома с новосельем. Хороший студенческий шашлычок и клубничка. Елена, спасибо. Классно отдохнули с ребятами. Покупались, чай попили. А на огороде у тебя все аккуратно. Глаз радуется. Умничка ты наш. Спасибо большое, Елена. Я сам люблю чистоту и порядок. И когда я вижу, где-то трава растет. Я ее хочу убрать. Тогда самому приятно и красиво. Рома, черенок на мотыге надо подлиннее сделать. А то спина будет уставать. Рома, фиолетовый. Это базилик, а не сельдерей. Точно. Спасибо, Светлана. Перепутал. Я сельдерей садил на этой грядке. Привет от Рижанина с Прибалтики. Лайк и коммент. Спасибо за поддержку. Ребята, спасибо всем большое, кто меня смотрит, поддерживает, комментирует. Я всем вам очень благодарен. Картоха супер. Вот мы дожили до времени, когда дешевле купить мясо вместо сала. За видео респект. Спасибо. Дождались видео, почему так долго грузилось. Я снимал первый день, потом его не выкладывал, не монтировал. Второй день снял и все потом смонтировал. И ролик получился очень большой. И тоже много места занимал. И грузился он долго, около двух дней. Люблю видео сдачи. Спасибо. Ник. Ноунейн. Друзья классные. Спасибо. Молодец. Очень добрые друзья. Спасибо. Рома, помидоры потом подвязать надо будет. Диана, спасибо. Обязательно буду подвязывать и втыкать колышки. Ну, дачка прелесть, как языком вылезано. Молодец. Спасибо, Людмила. Стараюсь. Респект таким гостям. Спасибо, Светлана. Рома, салам тебе, Спустаная. Молодец. Даурен, салам. Спасибо. Рано мясо на угли положи. Мясо на угли не заложить, они сгорят. Рома, тебе тоже надо найти девушку хорошую, чтобы помогала. Рома, добрый вечер. Не знаешь, как граница с Россией открыта или нет? Она еще закрыта. Вроде как в июле откроется. Рома, привет. А что находится за дверью, на которой нарисована кнопка YouTube? Там инструменты, как кладовая. Просто вопрос, пишет Александр, почему ты не работаешь между путешествиями? Просто, если куда-то я пойду работать, я вот ходил, хотел устроиться экспедитором, развозить по магазинам товар, продукцию предлагать. А они спрашивают, им не нужно, что я говорю, ну не знаю, там пару месяцев поработаю и потом уеду. Они говорят, нам такие работники не нужны, и зарплата 60 тысяч тенге была. Вот я переведу на рубли, доллары, гривны. Как бы, я занимаюсь YouTube, это мое детище, моя работа. Я занимаюсь рекламой по 60 тысяч, плюс еще жить нужно. Я на Турцию, наверное, целый год буду копить. Отличное видео, теплое такое домашнее. Спасибо, Алена. Тяпка, конечно, кошмар, короткая. Спину жалеть надо. Ну, я понимаю, да, но какие есть инструменты. Клубника классная, красивая. А как насчет вкуса? И, друзья, очень у вас приятные. Спасибо, Елизавета. Клубника сладкая, хорошая. Новоселье без дамы нужно исправлять. Девушка похожа на девушку Елая. Тоже Даша ее посмотрел. Кузена, тот в курсе. Ребята, уже 132 комментария. Ролик вышел где-то полтора часа назад. Но также я буду отвечать на комментарии и писать. Мне очень приятно. Спасибо, ребята. Ром, мне нужно никуда пока ехать. Еще коронавирус свирепствует. Живи на даче, собирай урожай. Радуйся тому, что ты сделал. Дача и для работы, и для отдыха. Молодец, травы нет. Мы не успеваем с ней бороться. Рома, мы тоже траву заливаем в бочке с водой. Да, я каждый день траву полю. С ней прям бороться нужно серьезно. Мы еще добавляем булку женового хлеба и немножко дрожжей. Когда настоится, удобряем на влажную землю. Вот, я так же делал. Будет все расти, как на дрожжах. Спасибо, Надежда, за совет. Вот так вот я пью чайок. Тут у меня дохонпау в чайничке. Тут у меня тягуанин заварил пробник. Полная гайванька прям уже вылазит наверх. Думал, по чуть-чуть заварить. И тут тоже дохонпау листья почти на полный чайник стали. Ребята, я хочу сказать большое спасибо всем, кто меня поддерживает. Ты меня смотрит, комментирует, лайкает. Хочу поблагодарить за донаты. Зайцева Константина. Павел и Анна Куренковы, спасибо вам. Валентина, комментарий был на Кубу. Наталья Анатольевна с Актабе. Максиму и Олесе с города Лисаковска. Волкиям, спасибо, обязательно пройдусь по пляжу. И Мируерта с Балатовна. Ребята, спасибо всем большое, я вам очень благодарен.